здравствуйте приветствую вас у себя на канале в этом видео будем создавать с помощью инструментов surface поверхностей переход между вот такими вот тремя цилиндрическими поверхностями давайте посмотрим зеброанализ то есть можем получить вот такую зеброчку видно что здесь вот это вот эта заплатка очень странно себя здесь ведет и на кривизна очень сильно выбивается из в принципе с кривизны данных трубок есть еще собственно тем же самым методом построены но с некоторыми изменениями вот такой вариант давайте посмотрим его кривизну здесь все чуть более плавное но это опять-таки если вы гонитесь за кривизной то можно будет применить данный способ а я рассмотрю оба варианта так нажму cancel ну и давайте приступим собственно к самому построению активирую origin создам на виде сверху произвольно вот такой вот зигзаг так перейду в английскую раскладку клавиша d здесь делаю 30 миллиметров и нажму и не скетч так рано нажал или скетч круговой массив выберу данную линию select и вокруг так мне еще наверное нужно а в принципе наверное хватит да и сейчас я сделаю при волк так выберу так может ты целиком то выделяешься вот выбираю эту линию выбираю после вращения ну принципе мне здесь хватит 90 градусов хотя давайте 180 сделаем нажму ok split body и разрежу базовым оригином на два вот таких вот фейсика далее я применю круговый массив выберу ось вращение три штучки ok смысл какой мы можем выбрать инструмент лофт и между двумя вот этими фрагментами наладить лофт g2 да как бы то здесь переходик будет достаточно плавно но как-то здесь очень страдает все равно вот эти места они некрасивые нам будут только вредить что я предлагаю перейти создание эскиза на виде сверху нажимая клавишу p здесь убираю badis и вот эти вот например элементы я сейчас выберу далее я обираю инструмент сплайн у меня появились точки привязки и я просто делаю две линии то есть вот они соединяют эти уголочки меня перейду на вид сверху escape отменю инструмент сплайна а теперь вот с этими ползуночками как бы я очень рекомендую выбрать инструмент equal и вот на них вот набросить чтобы они были одинаковые потому что когда мы будем совмещать вот совершать вот такого действия то есть мы обязательно поменяем его кривизну к сожалению инструмент не позволяет плавно задать переход собственно без изменения длины ползунка ну такая особенность так finish sketch вот теперь мы можем уже сделать лофт так раз профиль 2 а и выбрать rail вот я выбрал rail нажму ok собственно а теперь мы можем создать круговой массив с помощью инструмента stitch сшить все это далее с помощью инструмента патч сделать здесь заплатку ну и мы получим вот этот вот этот вариант давайте попробуем сделать немножко более плавный вариант сделаю control z тела мне здесь не сшиты поверхности я возьму просто значит offset plane ну и смещу где-то на такое расстояние конечно можно контролировать это все получше ну я думаю для наглядности хватит и размер на глазочек собственно так нажму ok я разрезал вот данную поверхность отключу видимость вот это она мне больше не нужна и далее я применю опять круговой массив поясе вращения ok вот теперь ко всему этому я применю инструмент stitch ok далее инструмент патч здесь нужно поставить галочку групп edges и выбрать g2 нажму ok далее можно опять ко всему этому применить stitch нажать ok и зеркально отобразить его во втором направлении так сделаю stitch ok и так у нас появилась здесь вот собственно одна такая поверхность сшитая в данном варианте мы видим что здесь нет ребра давайте посмотрим что здесь по кривизне и на что немножко здесь какие-то нестыковочки идут здесь достаточно плавненько плеть это все достаточно просто собственно эти поверхности как будто мы использовали только для того чтобы сделать этот патч с кривизной g2 далее мы можем просто удалить вот эти элементы и вызвать патч уже для этого места обязательно это должно быть все сшито также ставим здесь g2 и нажимаем ok круговой массив все выделяем stitch сшиваем и давайте посмотрим теперь а zebra анализ но здесь все стало чуточку получше ну к этому теперь можно применить утолщение например 3 миллиметра ну вот такой вот элементик мы получили с вами буквально в пару кликов так да это плоские поверхности мы на них можно создавать эскизы уже и так на этом я данное видео заканчиваю всем спасибо за внимание поддерживайте канал ставьте лайки до новых встреч